Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус, и сегодня я буду делать обзор на парфюм от бренда Olfactive Studio, который называется Flashback. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Фрагрантиус. Заходите, осматривайтесь, если вдруг понравится, оставайтесь, подписывайтесь. Итак, друзья, Olfactive Studio Flashback, сразу вам покажу, как это все выглядит в коробочке. Вот такая вот коробочка, так она открывается, здесь лежит флакончик 50-миллиметровый, аккуратный, минималистичный, ничего лишнего. Вот так это все выглядит. Я думаю, с тарой, с упаковочкой мы на этом закончим. Парфюм выпущен в 2013 году, парфюмером является известный довольно-таки парфюмер Oliver Crest. В соответствии с пирамидой на официальном сайте бренда верхние ноты парфюма представлены ревенем, грейпфрутом и апельсином. Средние ноты яблоко Гринни Смит и розовый перец. И в базе это кедр, ветивер, мускус и амбра. Парфюм этот, несомненно, обладает некоторыми особенностями, о которых я чуть-чуть позже расскажу. Стартует этот парфюм, как и указано в пирамиде, явными нотами ревеня. И настолько мощный у него вот этот вот старт ревеня, что поначалу это кажется вообще моноароматом, монопарфюмом на тему ревеня. С легкими-легкими отголосками грейпфрута. Причем грейпфрут здесь и апельсин, они, что называется, на подпевках солирующую партию исполняют ревень. И от грейпфрута здесь больше, наверное, вот эти вот корки ароматные и вот эти вот перегородки, которые непосредственно к мякоти отношения не имеют. То есть какого-то вот сочного разлива мякоти грейпфрута или апельсина на старте здесь нет. Это такой вот терпкий, кисловатый, не сказать прям, что зеленый, но ревень, как вот он и есть, натуральный ревень с легкими намеками на корку грейпфрута. Очень утонченный, интеллигентный старт у этого парфюма. То есть сразу вот назвать его со старта каким-то таким бодрым, цитрусовым, свежиком мужским, язык не поворачивается. То есть с первых нот понимаешь, что это очень такая интеллигентная история, рассказанная в полголоса, если не шепотом. Вот. И по мере раскрытия уже к этому ревенью добавляется, конечно же, розовый перец. И уже вот в сердце парфюма он отчетливо ощущается, вот эти ноты перца. И действительно так же и хорошо ощущается вот это яблоко Грэнни Смит. Но стоит подчеркнуть, что здесь речь не идет о классических нотах яблока. А рядом, допустим, всем хорошо известным Босс Боттлт линейки, да, Дуксовой. То есть конкретного такого ощущения мякоти, фруктовости яблока здесь нету. Скорее вот этот вот именно сорт Грэнни Смит, просто аромат зеленый такой, слегка совсем фруктовый, зеленоватый. Зеленые яблоки Грэнни Смит. Даже не разгрызанные, не надкусанные. Просто вот когда яблочко нюхаешь зеленое, вот кожура яблока Грэнни Смит с ревенем и с розовым перцем. Очень интересное такое сочетание, оно придает некоторые вот на мой нос японскости, утонченности. То есть понимаешь, что парфюм этот очень богат на нюансы, на мелочи, детали такие приятные, приятные носу. И уже в базе это постепенно превращается все-таки в ветивер. Ну ветивер тоже с рядом оговорок, то есть его не назовешь стандартным каким-то прям или собранным по канонам парфюмам на тему ветивера. Есть некоторая похожесть, несомненно, на Тер от Эрмес, Тер Дермес. Но ветивер здесь в базе достаточно такой мягкий, без каких-то грубых нот, без землистости, без вот тех вот нюансов, которые свойственны таким вот мощным парфюмам на тему ветивера. Начиная там, допустим, от классического ветивера от Герлен, мужского такого, брутального, олдскульного. Или там, допустим, сравнить Фредерик Маль, ветивер Экстраординер. И даже в сравнении с Тер, как и Тер Дермес, и в сравнении с Интенс ветивер, версия Эрмес, звучит этот ветивер гораздо более интеллигентно, аккуратно и отстраненно. И вот что касается ветиверовой части, он мне даже больше напомнил арабский парфюм от бренда Рассасси, который называется Фаттан. Я делал в свое время обзор на этот парфюм. Ну, конечно, Фаттан звучит более напористо, более громко, в нем гораздо более выражены цитрусы. Но вот ветиверовая часть, она похожа по звучанию вот в этом парфюме. Она такая, несколько холодноватая, прохладная, без вот этих вот травяных, каких-то землистых, брутальных, но свойственных абсолютом ветивера. Если так в целом обрисовать этот парфюм, то, несомненно, в нем чувствуется какая-то вот японская ДНК. То есть, это парфюм, повторюсь, рассказанный в полголоса, то есть, очень интеллигентное у него утонченное звучание. И в целом его отличает, вот даже если брать такую классику, стандарт цитрусы с ветивером, я имею ввиду Тер-Дермес, который знают, наверное, все, и который, по сути, является уже таким стандартом в данном направлении, то, конечно, этот парфюм отличается в сторону большей интеллигентности, менее ярко выраженного гендера. То есть, это унисекс. Я думаю, что этот парфюм будет абсолютно шикарно смотреться на дамах, на слабом поле. То есть, таких ярких цитрусов, мощных, как в Тер-Дермес, такого яркого грейпфрута, нету. И нету такого мощного и брутального ветивера. То есть, в нем напрочь отсутствует как таковая одеколонистость, такая мужская брутальщина. Какое-то брутальное такое мужское начало в нем отсутствует. И что касается древесной базы, я забыл упомянуть, есть у него кедр в базе Амбра и Мускус. Но в сравнении, опять же, с тем же Тер-Дермес, если его брать за некоторый такой стандарт, база это гораздо менее выраженная. То есть, вот прям конкретной такой плотной древесной базы в этом парфюме нету. Она есть, но она, не назовешь ее фундаментальной, мощной, какой-то основательной. И из этого парфюм тоже звучит более легко, утонченно, прозрачно и эфемерно. Это такой вот японский сад камней во флаконе. Сплошной такой дзен, медитация, успокоение. Что-то такое вот полушепотом, вполголоса, дымка. Но вместе с тем парфюм этот не назовешь каким-то слишком уж тихим и нестойким, и нешлейфом. С техническими параметрами тут, в принципе, все в полном порядке. Единственное, что это вот именно тот парфюм, который больше подойдет интровертам. То есть, это люди, которые не любят резких, вызывающих ароматов парфюмов, сильных, мощных, которые кричат. Это люди, которые предпочитают более такие спокойные, интеллигентные, утонченные, богатые нюансами парфюмы. Если так подводить итог, это нишевый парфюм, в котором на старте доминирующую роль играет ревень. В сердце легкий такой фруктовый аккорд яблок зеленых. И в базе это ветивер с не очень плотной такой эфемерной легкой древесной базой. Ну и, соответственно, мускус амбры, но это уже как стандарт. То есть, это парфюм для ценителей ниши, для людей, которые любят парфюмы тонкие, парфюмы с массой нюансов, полутонов. Любят на протяжении дня считывать в себя разные фазы этого парфюма на разных стадиях раскрытия. То есть, такой утонченный, интеллигентный, красивый, нишевый парфюм. Да, и парфюм этот, именно благодаря вот этим всем перечисленным своим свойствам, идеально подойдет в качестве парфюма на каждый день. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»